Валентина Михайловна Леонтьева Я пользуюсь случаем, хочу сказать слова благодарности по поводу программы. Я когда вчера прилетел и получил толстый очень каталог, я был приятно удивлен и потрясен количеством фильмов и количеством событий, которые происходят во время фестиваля. Не только конкурсная программа, а вокруг. Это и шведское кино, и это очень серьезно. Также Владимир Грамматиков подчеркнул, что Ульяновский кинофестиваль находится абсолютно в тренде. Правительство Российской Федерации приняло решение о выделении дополнительных бюджетных средств на детское семейное кино. А 3 июня состоится пленум Союза кинематографистов России по детскому и семейному кино, где будет принято несколько серьезных решений в этом направлении. Имена лауреатов премии кинофестиваля от всей души до последнего сохранялись в тайне. Только на торжественной церемонии закрытия были объявлены победители конкурсной программы. Главный приз вечера получил фильм «Дикие предки», который снимался на территории Ульяновской области. Предпремьерный конкурсный показ прошел также в Ульяновске. Картина признана лучшим полнометражным фильмом. Награду продюсеру фильма Анне Крутовой вручил председатель правительства региона Александр Смекалин. Основная идея, которая 11 лет назад была реализована Сергеем Ивановичем, была именно в том, чтобы создать инвестиваль для семьи, для детей. Те инвестивали, которые бы объединял народы, объединял семьи, объединил наши страны. И это получилось. И символ этого фестиваля, тете Вали, которая знакома каждому, наверное, здесь сидящему с самых малых лет, это, наверное, тот символ, который помог нам это сделать. Приз за лучшую мужскую роль достался Павлу Трубиниру за роль в фильме «Моя жизнь». Режиссер фильма «Интересная жизнь» Анна Яновская получила специальный приз за лучший дебют из рук своего учителя Владимира Граматикова. Лучшей режиссерской работой признан фильм «Солдатик» Виктории Фоносютиной. В номинации «Лучшая женская роль» за роль в фильме «Аниматор» отметили народную артистку РСФСР Екатерину Васильеву. Лучшим неигровым фильмом стала картина «Сквозь зеркало» режиссера Арсена Аракеляна «Армения». Приз зрительских симпатий получил актер, лауреат российской кинопремии Ника Борис Камарзин. Кроме того, специальный приз за вклад в развитие телевидения и популяризацию имени Валентины Леонтьевой вручили заслуженные артистки России Татьяне Судец, почетные гости кинофестиваля. Специальный приз за развитие культурных связей получил директор Турецкого культурного центра в Москве Асган Амер. Призом за инновационное развитие кино отмечен и заместитель директора Ульяновского кинофонда Александр Ковалевич. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин